Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня хочу начать с темы наших ЖКС. Начался ноябрь месяц, это последние два месяца этого года и наши ЖКСы начали это подводить итоги своей работы за год. Что это значит? В обязанности ЖКС в том числе входят ежегодные итоговые собрания, которые они должны вести в каждом доме с жителями этих домов. На этих итоговых собраниях в этом году ЖКСы будут отчитываться о том, что сделано за год в этом доме, какие суммы саккумулированы за год в этом доме, что осталось на счету дома и обсуждать вместе с жителями задачи на следующий год. То есть жители в том числе даже не могут, а должны участвовать в жизни дома. То есть чтобы ЖКС выполнял именно те работы, которые от них ждут жители дома. Я напомню, что у всех наших ЖКСов в этом году заработали так называемые лицевые счета, лицевой счет дома. С помощью этого лицевого счета вы можете узнать, какая сумма саккумулирована жителями дома, на что она потрачена, что выполнено и какие ресурсы еще остались. Ноябрь-декабрь месяц это период итоговых собраний, поэтому кто не знает, информирую, кто знает, пожалуйста, активно поучаствуйте. Нам важно ваше мнение. Ну и развивая эту тему ЖКХ и ЖКСов в том числе, хотелось бы начать с темы мусора, а именно это наши мусорные подземные контейнера, установка которых на сегодняшний день активно ведется в городе. Многие наверняка уже видели, то есть сейчас эта работа уже ведется системно. Так сказать, этот период экспериментов закончился. Мы выдержали несколько месяцев, мы потестировали первые контейнера. Они были оттестированы, так сказать, и водой, и огнем, даже пытались их это поджигать. Поэтому совершенно ответственно можем сказать, что сама конструкция очень хорошая, городу подходит. И мы, я снова повторюсь, начинаем системную установку. Уже на данный момент установлены эти контейнера на бульваре Жванецкого, установлены на Греческое. Сейчас это вторая локация по-греческой, уже начинается это разрабатываться. И установлены в этом районе горсады и по французскому бульвару. И от этой темы наших подземных мусорных контейнеров хочу перейти к наружному освещению. Мы ранее говорили, что к этому вопросу мы уже подходим системно. Сейчас ведутся активные работы в Суворовском районе. Это самый большой спальный район города, и который был меньше всего освещен. Сейчас наружное освещение есть в каждом дворике, в каждой межкварталке, на каждой улице Суворовского района. Эта работа сейчас уже в Суворовском районе фактически завершена. Это остались небольшие корректировки, и дальше системно мы идем это постепенно по всему городу. Как и говорили, в течение года полтора весь город будет покрыт новым современным освещением. На этом на сегодня, наверное, все. Это как всегда, видимся через неделю и говорим о нашем ЖКХ. До новых встреч!